Когда команда разработки начинает заниматься приложением, в верхнем уровне важно иметь схему, как пользователь пойдет по основному сценарию. Для этого существует схема UserFlow. Такая схема призвана показать, с чего начинается работа пользователя в приложении, что происходит в процессе прохождения сценария, какие могут появиться дополнительные преграды и тупики. В хорошей схеме процесс понятен, и все пути продуманы, и любой участник сможет понять и объяснить, что и как работает. Но прежде всего, эта схема должен понимать дизайнер, так как на основе схемы дизайнер должен будет переходить к юзализированию. Вариативные схемы могут быть разные, как по визуалу, так и по титализации. Например, есть классические варианты с использованием геометрических фигур, обозначающих вход, выход из схемы и внутренние развилки. Можно начать с основного сценария и наращивать дополнительный, например, процесс шаринга контента. Переложите идею своего приложения на путь пользователя. Мы для упрощения схемы покажем все с использованием прямоугольной фигуры. Для начала хватит основного сценария, чтобы было понятно, из каких сущностей будет состоять мини-приложение. Потом к сущностям можно перерастить их индивидуальные и неосновные сценарии. Например, работу со списком друзей и рейтингом, работу с профилем, работу с шарингом и так далее. В данном примере показан только безотказный путь работы, но полезно еще понимать, что на каждом этапе работы в сценарии у пользователя может быть два варианта прохождения. Да – положительный, и нет – негативный. И для каждого варианта нужно решение, которое ведет на основной или неосновной сценарий. Пользователь не должен попасть в тупик и не понять, как из него выбраться. Это все продумывается на этом этапе. Также допустимо расширить основной сценарий, декомпозируя каждый этап работы и перекладывая на схему. Если на дальнейших этапах работы нашли ошибку в сценарии, стоит вернуться к визерфлоу и переработать и только после возвращаться к другим этапам разработки. Идеальный путь тот, в котором пользователь тратит меньше усилий и получает результат. Даже если пользователь столкнулся с проблемой, система не оставит его одного и приведет к решению. Наш визерфлоу готов, и дальше мы поговорим о том, как его визуализировать на прототипе. Субтитры создавал DimaTorzok